Приветствую вас, Анна. Вы знаете, мне представляется такая история, что вы не совсем отдаете себе отсчет о том, к кому обращаетесь. В том смысле, что психологи не советуют книги, не советуют фильмы, поэтому я думаю, что здесь вам нужно понять. Для этого есть специальные формы, которые вам подскажут. Я не очень понял, Анна, для чего вы пишете о своей национальности и про религию, но я прекрасно знаю, что ваши голоса, ваши голоса, они действительно связаны с родителями. То есть, вот, вы слышали голос папы, вот. Меня, как психолога, пожалуй, больше всего, да, интересует то, откуда у вас эти голоса пошли. То есть, как правило, эти голоса идут от родительских фигур. То есть, возможно, на подсознательном чисто уровне вы чувствуете, вы знаете, вы понимаете, что папа действительно настроен к вам негативно. Вот. В психологии, в определенной школе, ну, в определенной школе психологии считается, что шизофрения, эти голоса прекрасно корректируются без медикаментозной терапией, называемой транзактным анализом. Вы можете почитать об этом, если хотите, но я могу вам точно сказать, что транзактный анализ помогает, когда у людей возникают такие вот проблемы, как у вас. Что можно сказать? Значит, заметили вы или нет, но ваши симптомы, да, не особо это и лечат. То есть, вот, мне интересно, почему вы не пили таблетки, которые вам назначили, и почему вы сомневались в том, сможете ли вы их пить таблетки, откуда у вас вот сомнения имели место. Вот. Это, конечно, для меня загадка. Ну, наверное, если у вас эти сомнения были, значит, наверное, они чем-то обусловлены. Вот. Скорее всего, они обусловлены неуверенностью вашей в себе. Вот. Вследствие того, что, вероятно, для вас слишком много контроля предназначено в семье. Вот. Как я понял, что если вы имеете только 6 классов образования, кстати, а почему только 6 классов? Вот. То есть, я, конечно, не специалист по традициям, но что-то я нигде не слышал, чтобы 6 классов можно было только закончить и всё. То есть, ну, минимум, школу полностью закончить можно. Я даже не слышал, где такая школа есть, чтобы 6 классов было. Вот. То есть, тут история такая, да. Вам нужно для своего развития не читать какие-то отдельные книги и не смотреть фильмы, а скорее осваивать какую-нибудь науку. Вот. Это может быть абсолютно любая наука. Вот. Но будет лучше, если вы будете её осваивать. Вот. В принципе, если вы будете осваивать науку, если вы выберете сферу, вот, то, я думаю, и проблема смысл жизни для вас решится достаточно легко. Вот. Только и другое дело, другое дело, что нужно будет с этим работать. Да? Нужно будет это корректировать. Вот. Значит, что ещё? Значит, что если у вас с вами грубо обращались в диспансере? Ну, тут, я полагаю, воспитание. То есть, это связано, это связано с воспитанием. В общем, потому что, ну, вот других, другого основания, да, другого основания, по которому вы, допустим, могли бы позволить себе терпеть подобные отношения, да, вот именно основания, других оснований попросту нет. Поэтому здесь я понимаю, насколько вас это травмировало, я понимаю, насколько вам было неприятно, насколько вам было тяжело наверняка. Вот. Мне кажется, что, значит, здесь, опять же, при работе с психологом вам можно будет помочь при работе. Вот. Но, ключевой момент, пожалуйста, вот, обратите внимание на ключевой момент, что голоса, они сами по себе не уйдут. Вот. То есть, голоса, они пришли к вам не сами по себе, если бы у вас не было травм, вот, черепно-мозговых или вирусных заболеваний. Вот. Голоса сами по себе не пришли. Вот. И они сами по себе и не уйдут. И сейчас, я так понял, вы их не чувствуете, но, если вы не будете заниматься своим психологическим здоровьем, то я думаю, что они могут вернуться. Вот. Поэтому хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы вы все-таки вот серьезно озаботились именно психотерапией. Вот. Потому что психиатры, они лечат болезнь, лечат, как правило, медикаментозно, но очень важно именно еще и психотерапевтическое лечение. Очень важно еще психотерапия, а ее у вас нет. Вот. Ну. Ну, совершенно очевидно, что у вас такой властный авторитарный отец, который вами руководит, потому что вам 19 лет, а с вами обращается, как с ребенком. Ну, вот. Подобное, конечно, совершенно неприемлемо. Вот. Как неприемлемо. И то, что вы сейчас, как я понял, набираете вес для того, чтобы иметь возможность забеременеть. Вот. То есть, как бы, вопрос, да, у меня к вам. У вас цель стать мамой. У вас цель создать семью. Вот. Насколько вы свободны. Вот. Ну, мне кажется, это довольно важные моменты. Все. Потому что от этого зависит ни много ни мало ваша свобода. Вот. Значит, ваш вопрос, да, то есть, вот, ваш запрос, по сути, сводится не к тому, чтобы мы помогли вам избавиться от голосов, да, освободить вас от них. А именно, ну, а запрос сводится к тому, чтобы мы вам посоветовали книги-фильмы, чтобы мы вам порекомендовали, что делать с препаратами. Ну, лично я не психолог. Вот, извините, психо, не психиатр. Лично я не психиатр, да. Я психолог. И я не занимаюсь назначением препаратов. Вот, я не рекомендую принимать или не принимать препараты. Поэтому, я полагаю, что здесь вы не по адресу обратились. Вот. Значит, то, что вы описываете, вот, основную свою проблему, да, тут у вас начались голоса, а вы слышите голоса, то, что вы описываете проблему голосов. Это корректируется через транзактный анализ. Ну, в том числе, да. Вот. Тут можно и нужно с вами работать, анализировать детско-родительские отношения. Вот. И, соответственно, вам можно будет помочь. Вопрос заключается только в том, сможете ли вы оплачивать работу специалистов. Вам 19 лет, вы совершеннолетние. Если не можете, сами попросите своих родителей, чтобы они оплатили вам. Вот. Можете показать им мой видео ответ. Вот. Если нужно. Потому что лекарства, которые вам дали, вот именно лечение, которое у вас было, оно не работает непосредственно с причинами, с первопричинами. Вот. А первопричины, это первопричины ваших проблем, это, что называется, малоадаптивные мысли. Вот. И это я на языке другой школы немножко говорю, да. Не на языке транзактного анализа. Вот. И, соответственно, тут нужна только психотерапия именно работа с вашей личностью, с вашим мышлением, с вашими представлениями, в том числе и о, значит, себе, о себе самой. Вот. А это то, что я могу вам порекомендовать. У меня такое ощущение, что вы рассредоточены. То есть, у вас вот нет такой, знаете, чёткой позиции, с чего вы хотите, да. То есть, вроде бы голоса, вроде бы пить не лекарства, в то же время мне весело, когда я их пью, в то же время я не хочу их пить, да. То есть, вот, какой-то такой чёткой позиции у вас нет. Ну, да. Вот. Поэтому я думаю, что именно так можно вам, ну, именно такие рекомендации можно вам дать. Это первое. Второе. То, что очень важно, да, это ваша, собственно, самостоятельная жизнь, да. То есть, вам нужно, вот, если вы верующие, если вы себя позиционируете как верующего человека, вот. То я бы рекомендовал вам прочитать книгу Талфинда «Барьеры». Эта книга есть в интернете. Вот. Она достаточно, ну, достаточно полно хорошо показывает, что вам нужно делать. Причём говорится это всё на языке, эм, на языке христианском, то есть, по идее, вам близком языке. Ну, я надеюсь, что близком, по крайней мере. Вот. Соответственно, вот с этой книги, с книги «Барьеры Талфинда», я рекомендую вам начать, скажем так, меняться. Ну, вот, потому что без изменения своего мышления, без изменения отношения к себе, у вас нет шансов справиться реально со своими голосами. Вот. Но и даже, знаете, вот этот вот формат, да, формат мысли, то есть, справиться, это не совсем правильная история, потому что, на самом деле, вы будете не справляться, а вы будете принимать все голоса. Вот. Знаете, я вас сейчас не буду, как бы, нагружать информацией, но скажу просто, чтобы вы понимали, да, что ваш голос к папе, что вы слышите, да, который говорит, чтобы вы умерли, вот, он звучит не случайно. То есть, это, это не в буквальном смысле правда, в том смысле, что ваш отец, он не хочет вашей смерти, безусловно, вот. Но, что-то в его отношении к вам, вами расценивается, как, собственно, указание к смерти, вот. Может быть его суровость, может быть его строгость, может быть его какая-то отчужденность, может быть что-то еще. То есть, есть некоторые моменты, которые вами могут интерпретироваться, именно как призывы его к смерти. Поэтому вы даже можете не осознавать. Поэтому так важно разобрать детско-родительские отношения. И, что не менее важно, да, я хотел бы, чтобы вы показали мой ответ и отцу своему тоже. Что не менее важно, чтобы отец ваш пересмотрел отношения к вам. То есть, поменял свое отношение к вам, потому что именно он несет первичную ответственность за то, что вы вот эти голоса услышали. Не вину, еще раз повторяю, да, не вину, нет. Но именно ответственность, то есть, что-то в его отношении к вам, в его, может быть, в форме, в форме выражения, желания для вас счастья привело вас к этой идее. Я уверен, что он не хочет вам зла. Я уверен, что он вас любит. Я уверен, что он хочет, чтобы вы были счастливы. Я уверен в этом. Но это ничего не меняет, по факту. Вот. Есть проблема. Проблемы нужно решать, поэтому давайте, соответственно, вы, ваш отец, давайте будем решать. В идеале, чтобы вы вдвоем пришли на первую консультацию, чтобы мы с вами вдвоем поговорили. Дальше уже посмотрим. С вами работа обязательно, Анна, а с папой, ну, я думаю, что несколько-две-три консультации с папой тоже можно будет провести. Вот. То есть, примерно вот так. Но, перво-наперво, это книга. Книга Тарцент. Барьера, причем вам обоим. И вам, Анне, и отцу. Вот. Особенно, если вы действительно верующие люди, да, и, как бы, вера в Бога, фрукзианского Бога для вас не пустой звук. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам, надеюсь, что вы сделаете для себя выводы, надеюсь, что вы все-таки начнете над собой работать. Надеюсь, информация, моя информация, которую я вам дал, поможет вам увидеть направление, в котором вам нужно сейчас идти. Вот. Если у вас остались вопросы, спрашивайте, буду рад ответить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.